Самое главное, что наши предприятия в истекшем году не поддались той массовой панике и не допустили массового сокращения своих работников на предприятиях. По словам Игоря Бирюкова, на предприятиях, расположенных в Шученковском районе, под сокращение попали 205 человек, при прогнозе 500. Более того, ряд производств закончили год с прибылью. Лидеры – конструкторское бюро «Прогресс» и «Мигремонт». Успехи не могли не сказаться на районном бюджете. Он, по словам главы райадминистрации, в 2008-м перевыполнен и составил почти 103%. Удалось выполнить и все намеченные программы по ремонту жилья, дорог и прочего, закончить газификацию частного сектора. Однако теперь идиллия закончилась. В этом году Шученковский, как и остальные районы, будет лишь поддерживать свою жизнедеятельность. Мы понимаем, что этот бюджет, будем говорить так, очень скромный. И в нем, в основном, заработная плата – это половина этого бюджета. Больше 10 миллионов направлено будет на энергоносители. Порядка миллиона на медикаменты и 4,5 миллиона на питание. Это весьма скромные цифры. В этом году, скорее всего, не будут выполнены и нереализованные планы 2008-го. Например, программы коттеджного строительства на окраинах района, поддержки среднего и малого бизнеса, благоустройства территории. Остались и очереди в детские дошкольные учреждения. Приоритетной в Шученковском районе станет проблема энергосбережения и внедрения новых технологий отопления бюджетных учреждений. Само собой, на первом месте стоит вопрос с наполнением бюджета. Спасибо. Спасибо. Спасибо.